Окей, значит, мы с вами сейчас, в течение часа, я обещаю, что до двух мы закончим, как и договаривались, мы еще поговорим о том, как мы, как христиане, можем отвечать атеистам. Я коснусь уже некоторых вопросов, которые здесь звучали, и, может быть, потом еще буквально на пару минут мы останемся, чтобы ответить на те вопросы, которые я мог бы забыть. Итак, друзья, я вчера говорил, что в Америке и в западном мире в целом, в Британии и в Европе последние 20 лет происходит такое возрождение атеизма, которое получило название New Atheism, Новый Атеизм. После того, как в 2001 году в Америке прошли вот эти известные теракты, а потом в Британии еще, если вы помните эту историю, в 2004 году, много ученых вновь начали обращать внимание на религию. Почему? Потому что до этого времени, особенно в Европе, казалось, что религия – it's only private thing. Религия – это личная частная жизнь, дома там, а в мировом, в общественном пространстве религии места нет. И тут появляется Islamic Fundamentalism, исламский фундаментализм, терроризм, который говорит, нет, религия, исламская религия претендует на влияние в мире, усиливаются христианские политические силы. Но смотрите, да, сегодня самый влиятельный человек мира стал президентом только потому, что его поддержали американские протестанты и евангельские верующие в основном. Да, мы говорим о Трампе, который сегодня все-таки определяет ситуацию в мире. И вот религия вновь возвращается не только как сила личного благочестия, а как очень влиятельный феномен общественной жизни, политической жизни. И вот на этом фоне атеисты, которые уже раньше успокоились были, начали очень активную, очень агрессивную деятельность против религии. Первая «Ласточка», как мы могли бы сказать, это была книга, которая вышла в 2004 году. Ее написал такой американский журналист Сэм Харрис. Она называлась «The End of Faith» – «Religion, Terror and the Future of Reason». «Конец веры. Религия, террор и будущее разума». В первую очередь Харрис там критиковал ислам и говорил, что это религия насилия, религия зла, религия террора. Но в то же время он говорит, что не только ислам такой, всякая религия. Вот это то, что свойственно моим атеистам. Они все обобщают. Все религии одинаковые. Почему? Потому что они требуют от людей признавать какие-то истины анкритиклы. Бездоказательно, на веру. И вот поэтому они говорят, что религия лишает людей способности критически мыслить, независимо мыслить. И она рождает фанатиков, таких как мусульманские террористы, которые готовы убивать за свою веру. После этой книги в 2006 году вышла самая известная такая книга атеистов современных – «The Delusion of God» Ричарда Доукинза, о которой вы точно слышали, это самый известный атеист в мире, до сих пор живой, здравствующий, который говорит там, во-первых, что вера в Бога иррациональна, слепая вера. Постоянно, я уже об этом упоминал, он говорит, верить в Бога – это значит верить без каких-либо доказательств. И это не так. Но вера в Бога иррациональна. Второе, что он говорит – наука доказала, что Бога нет. Третье, что он говорит в этой книге – люди верят в Бога в результате эволюции. Так развивалась человеческая эволюция, что время развития человеческого, какое-то время люди начали верить в Бога, чтобы объяснить там смерть, объяснить естественные явления, которые человек по-другому объяснить не может. И четвертое, что он говорит – это общее место всех атеистов, религия ведет к жестокости. Из-за религии в мире есть жестокость. И в следующем, в 2007 году, вышла еще одна книга, тоже американского, очень известного левого журналиста Кристофера Хитчинса, которая называлась «God is not great». По-русски ее перевели как, ну, полное название «God is not great», по-русски перевели его, эту книгу, как «Бог не любовь, как религия все отравляет», в которой он тоже говорит, что религия – это самая опасная вещь в мире, это источник зла, насилия, обмана и всего прочего. Ну, и к этим авторам примыкает еще ряд других авторов, которые говорят приблизительно одни и те же идеи. В результате, ну, я бы сказал, что в мире очень сильно усиливались идеи атеизма. И очень много молодых людей, которые где-то там были между религией и нерелигией, перешли на сторону атеизма. И, как я уже говорил, в значительной мере эти идеи затронули и евангельскую, и славянскую молодежь, особенно в Америке. С чем это связано? Безусловно, что выбор человека в пользу веры в Бога или неверия в Бога, он не только рационален. Он связан с личным опытом человека. Почему дети, пасторов иногда, служители евангельских церквей становятся атеистами? Не в первую очередь из-за аргументов атеистов, а в первую очередь из-за разочарования в том, что они встретили в церквях. Лицемерие, непостоянство. Одна жизнь для церкви, другая жизнь настоящая. И вот это разочарование, которое они пережили, во многом определяет их позицию сегодня такого воинствующего безбожия. Но это воинствующее безбожие их, оно не настоящее, понимаете? Оно не связано с тем, что они действительно на философском уровне поняли силу атеизма. Это такая форма бунта и форма протеста. Форма протеста против своего личного опыта и своего личного прошлого. Поэтому, даже если вы больше ничего не будете слушать, но все-таки запомните эту мысль, что лучшее противоядие против того, чтобы наши дети и члены наших церквей становились атеистами, это наша последовательная христианская жизнь. Дома, на работе, в семье, в церкви, отсутствие двуличия, отсутствие лицемерия – это лучшие аргументы в пользу истинности христианства для наших близких, для наших родных, для людей, с которыми мы ежедневно соприкасаемся. И я мог бы процитировать вам сейчас несколько десятков цитат из Сэма Харриса, из Докинза, которые говорят, что религия – это та сила, из-за которой миры сегодня воюют в Ирландии, в Индии, в Пакистане, в Иране и в Ираке, в Эфиопии. И они считают, что именно религия во всем виновата. Как мы можем ответить на все эти обвинения? Сначала наши ответы, а потом наши аргументы. Во-первых, мы настаиваем на том, что религия, христианство не является слепой верой. Наша вера – вера осмысленная, осознанная и такая, которая основывается на доказательствах, на основаниях. Какие это основания? Я потом поговорю подробнее то, что нам сегодня говорит мир вокруг нас, но для нас безумовно незыблемым основанием является свидетельство Писания и свидетельство Духа Святого. Мы веруем не вслепую. Конечно, что когда мы делаем шаг веры, это шаг навстречу Богу, он не всегда может быть полностью нами объяснен, не всегда все, что мы делаем, можно объяснить до конца рационально, но такие вещи, как вера в Бога Творца, вера во Христа как Спасителя нашего, они имеют под собой надежные основания. Я настаиваю, что мы не можем говорить о том, что наша вера слепая. Это важно. Когда атеисты говорят, что наша вера слепая, они забывают о том, что наука тоже построена на вере. Они кажутся, что нет наука на доказательствах. Нет, наука тоже на вере построена. Ну, например, как мы можем знать, что вообще существует мир вокруг нас? Наш мозг, то, что здесь, с миром внешним никак не соприкасается напрямую. Только через органы чувств. А как мы можем быть уверены, что то, что вы сейчас меня видите, а я вижу вас, это не оптическая иллюзия? Знаете, есть много оптических иллюзий. Я люблю на них смотреть. Когда ты смотришь с одной стороны по одному, с другой по другому, тут три, там четыре, еще как-то много. Их есть очень сложных. Куб, он в нашу сторону выгнут или внутреннюю, это целая такая группа загадок есть, иллюзий. Как мы можем знать, что это не оптическая иллюзия? Или, если уже так допустить, с духовной стороны, как мы можем знать, что нет какого-то злобного демона, который всех нас обманывает сейчас и дает нам такие видения? На самом деле мы где-то там как в матрице, только батарейки для какого-то суперкомпьютера. Мы верим, что так не есть, но доказать не можем. Поэтому наука тоже построена на вере, понимаете? Так же, как и христианство построено на вере. Когда ученые говорят, нет у нас одни свидетельства. А как вы знаете? Ну, мы доверяем разуму. Что вы делаете? Доверяем разуму. Доверяете? То есть вы тоже верите в разум. А мы верим в Бога. Вот и вся разница. Но доказать, что разум точно познает мир, вы не можете. Поэтому наука тоже построена на вере. А вера наша построена на основаниях. Поэтому вот это противопоставление, наука на доказательствах, а вера слепая, оно на самом деле ошибочное. Второе. Постоянно говорят о несоуместимости веры и науки. То есть получается, верующий человек должен быть таким, извините, необразованным чурбаном. Те, кто в Америке вырос, не знают смысла тонкости фразы. Необразованным человеком невеждой. А если он ученый, то у него один путь в атеисты. Но это ложное противопоставление, ложное противопоставление. Я вчера говорил, наука не может ни доказать того, что Бог есть, ни того, что Бога нет. Потому что она изучает предметы сотворенного Богом мира, материального мира. А Бог есть кто? Писание говорит нам. Бог есть дух. Его нельзя взвесить, измерить, посмотреть на него с иллюминатора. Это не дедушка с седой бородой где-то там на тучках в космосе, или в космосе тучек нет, на звездочке какой-то. Бог есть всемогущественный дух, который создал Вселенную. И поэтому думать о нем как о предмете познания научного, это глупость с точки зрения христианства. То есть мы настаиваем на том, что нельзя противоставлять веру и науку, религию науку. Просто наука занимается предметами созданного мира, а вера говорит о Боге, о спасении, о вечности, о духовном мире. И это противопоставление, оно ложное, оно неубедительное, оно ни к чему не приводит. Ну и как мы отвечаем еще на это обвинение, мы говорим о тех, о том множестве ученых людей, глубоко ученых людей, которые верят в наличие разумного Творца. Я сейчас, заметьте, я не говорю сейчас, что они католики, православные, евангельские верующие. Я говорю о том, что они верят в то, что называется теизм. То есть то, что есть разумный Бог, создавший Вселенную. Я могу порекомендовать вам, если вас интересует эта тема, есть такая книга, ее автор Энтони Флю, Энтони Флю. Книга называется, я потом вам даже в конце слайда не работаю, могу показать, как самый известный атеист в мире поменял свою точку зрения. Энтони Флю был одним из самых известных философов-атеистов в второй половине 20 века. Написал с полдесятка фундаментальных трудов в пользу атеизма. Причем не на уровне советских воинствующих безбожников, а на уровне философском научном. Но он общался с великими христианскими апологетами. Ричардом Свинбруном, например. Это католический апологет. А в Америке это Элвин Плантинга. Вот если вы немножко читаете, слушаете апологетику Элвин Плантинга. Это протестантский апологет, американский, просто космического уровня. Элвин Плантинга. И этот атеист, общаясь с ними, читая их книги, он полностью отказался от своей атеистической позиции. Причем это на серьезном уровне. Он написал книгу, у которой все вот эти аргументы атеистов, он сам, как человек, который все их продумал до конца, опровергает. Очень фундаментально, очень качественно. И уже в этой книге он просто с теизма, то есть с верой в то, что есть Бог-творец, начинает приближаться к христианству. Что там, последняя глава этой книги, это интервью с Эн Т. Райт, Николас Томас Райт, очень известный евангельский богослов, исследователь Нового Завета. И там они уже касаются вопроса воскресения Христа, касаются вопроса веры, спасения. То есть он от просто атеизма, как веры в Бога-творца, постепенно приближается к евангельскому христианству. Но очень много ученых, они не являются евангельскими верующими в нашем смысле слова, но они являются теистами. В этом смысле я хотел бы, конечно, напомнить Альберта Эйнштейна, величайшего ученого последних нескольких сотен лет, о котором все слышали, да, общая и частная теория относительности. Эйнштейн объяснил, как соотносится время, пространство, свет. Сегодня мы понимаем космос, Вселенную, благодаря Эйнштейну во многом. Эйнштейн постоянно, я уже не буду вас мучить цитатами, постоянно говорит, что когда я все это изучаю, исследую, понимаю, я осознаю, что это все могло возникнуть только в результате промышления, промышленного такого, промыслительного замысла Бога, что должен быть какой-то рациональный дух, который все это еще раньше замыслил и потом воплотил. Ну или, например, такой известный ученый, основоположник квантовой теории, как Макс Планк, тоже все, кто занимается наукой или учат науку, университет знает это имя. Он постоянно тоже говорит, что и наука, и религия, они говорят об одном и том же. Только религия, наука приходит к Богу в конце, а религия с самого начала знает, что Он есть. То есть христиане с самого начала знают, что Бог есть, а ученые приходят к этому выводу, уже потратив много лет на научные исследования. Мы должны знать с вами, друзья мои, что наука не отвергает существование Бога. Очень много, даже, я думаю, может быть, большинство где-то великих ученых нашего мира сегодняшнего, они признают наличие разумного Творца, Бога, который руководит нашей Вселенной. Кроме того, когда мы говорим о противоставлении религии и науке, что еще важно сказать? Важно сказать то, что наука при всем ее значении, она значительна, действительно. Мы живем сегодня в мире, созданном наукой. Вот я держу стаканчик, да, это предмет науки, тот материал, которым я пользуюсь, микрофон, который я ему говорю, телефон, компьютер, свет в нашем доме, кондиционер, это все, да, карпет под ногами, это все изобретено людьми науки, мы признаем значение науки. Но при всем этом наука не способна ответить на так называемые вечные вопросы. Кто я такой? Кто я такой? Откуда я взялся в этом мире? Какое у меня призвание? Что есть добро и что есть зло? Что есть красота и что есть уродство? Куда я иду? Есть ли в моей жизни какая-то высшая цель? Наука, ни одна из существующих в мире, не может ответить на эти вопросы. А для многих людей эти вопросы, это вопросы первостепенной важности. Дальше, следующее. Очень часто, и вот этот вопрос уже затронули мы сегодня немножко, атеисты обвиняют христиан в лицемерии, в безнравственности, в том, что они сами не способны следовать учению Иисуса Христа. Как мы можем на это отвечать, если вот вас так спросят? Первое. Нужно признать, что в истории и в нашем современном мире было немало христиан, которые были неспособными следовать учению Христа. Мы не можем это отрицать. Это было бы просто нечестным, отрицать это. Помни об инквизиции, помни о крестовых походах. Мы признаем, что в мире есть много людей, которые называют себя христианами, но при этом не ведут себя как христиане. Но для нас, как для христиан, это не является проблемой. Как мы можем на это ответить? Потому что мы скажем следующее. Но наша книга, Библия, в которую мы верим, она говорит о греховности человека. Библия говорит о греховности человека. И христианин, он тоже грешник, только спасенный. Но он не свободен еще от присутствия и власти греха. Грех не имеет над ним такой власти, какую имел до его спасения, но он все же имеет склонность к греху, которая проявляется в нем, как только он теряет духовное бодрствование. Грех умер в нас, но это смерть такая, больше похожая на сон. Или потерю сознания. И если мы не бодрствуем, он быстро просыпается и берет над нами власть. И поэтому мы не удивляемся тому, что даже верующие люди делают грех, потому что мы знаем, что они тоже подвержены влиянию греха в нашем мире. И поэтому нас это не удивляет. Наоборот, для нас это является доказательством истинности Писания, истинности библейского учения о грехе. Второе, что мы можем ответить на этот вопрос. Мы скажем следующее. Истинность христианства определяется истинностью его учения, а не тем, насколько тот или иной христианин следует этому учению. Понимаете? Истинность христианства определяется истинностью его учения. То есть, правдиво оно или ложно, а не тем, насколько тот или иной христианин следует этому учению. Это уже ответственность самого христианина следовать учению Христа. Если он не следует этому учению, это его такая непоследовательность или его сомнения, они не опровергают истинности учения Христа. Дальше. Атеисты очень часто говорят, что христиане виноваты в войнах, насилии. Мы все это слышали сегодня уже. Я даже цитату не хотел приводить. Что мы можем на это ответить? Во-первых, в нашем мире, особенно в 20 веке, кровопролитие и насилие со стороны атеистов многократно превысило кровопролитие и насилие со стороны христиан. Советский Союз, Китай, Гитлеровская Германия, Камбоджа, Кампучия, Красные Кмеры, ужасный режим, Северная Корея сегодня. Мы имеем множество причин, когда атеистические общества были самым невероятным образом жестокими, которые истребляли десятки миллионов своих собственных граждан. И в этом отношении, безусловно, что эта кровавая жатва атеизма, она многократно превышает жертвы религии. Вот так мы можем на эти вопросы ответить. Хорошо. Какие же аргументы атеистам в пользу веры в Бога, не исходя чисто из Писания, а исходя вообще из наблюдений над внешним миром, мы можем привести? Первый аргумент, он очень простой. Это существование Вселенной. Существование мира. Знаете, можно поставить на такой хороший философский вопрос, почему вообще есть нечто, а не ничто? Почему вообще что-нибудь существует, если так говорить проще? Откуда вообще все взялось? Почему существует нечто, а не ничто? Почему, откуда вообще взялся весь мир, в котором мы живем? То, что говорит нам сегодняшняя физика, что из точки суперплотной концентрации энергии, которая взорвалась 15 миллиардов лет тому назад, возник весь современный мир. Это, конечно, очень хорошая и интересная теория, но она не объясняет нам, откуда взялась сама точка, откуда взялась сама эта вспышка энергии, кто ее побудил к такому развитию событий. Атеизм на это не отвечает. И мы уже с вами говорили, когда атеисты говорят, а кто создал Бога, мы отвечаем сразу, Бога никто не создал, Бог вечный. He is uncreated being. Он несотворенное бытие. Это вы верите, что материя должна иметь какое-то начало. А мы верим в Бога, который начала не имеет. Он безначальный по определению. Поэтому для нас здесь не проблема. Когда мы смотрим на окружающий мир, на то, что вообще что-либо существует, это является уже высшим доказательством существования Творца, который все это создал. Как вчера мы говорили, то, что у нас сегодня есть драмы Шекспира, они не могли возникнуть сами. Они являются произведением Творца, который их так разумно и красиво написал, что уже сколько сотен лет, а еще все театры ставят драмы Шекспира. Но если эти драмы не могли возникнуть случайно, откуда случайно могла возникнуть такая прекрасная вселенная, как наша? Второе, очень важное, на что нам стоит обратить внимание, это существование законов природы. Если бы я сейчас упустил этот стакан, он бы упал на землю и разлился. Он никогда бы не полетел вверх. Почему? Потому что есть закон гравитации, земного притяжения, который действует... Даже один стакан сегодня разлился, кофе-то я уже не буду больше. Мы уже доказали сегодня существование этого закона. Смотрите, что делает наука? Она говорит, вау, в мире есть законы физики. Она их что? Открывает. Discover. Но она их не создает. Они в мире существуют объективно, без науки. И даже до того, как Ньютон осознал, что есть сила гравитации, стаканы с кофе также падали и разливались. Абсолютно так же. Он их не создал, он их просто открыл. И мы ставим вопрос, откуда появились законы физики? Дальше. А почему именно такие законы, а не какие-то другие? Кто создал этот набор законов физики в нашем мире? И как вышло, вот самое интересное, что в нашей Вселенной есть такой набор законов физики, который позволил возникнуть именно такой Вселенной, в которой возникли такие планеты, такие галактики, такие системы, как наша, со всеми необходимыми условиями для жизни. Могло ли это произойти случайно? И очень-очень много ученых, во-первых, как я говорил, Альберт Эйнштейн, британский физик Пол Дэвис и многие другие, они говорят о том, что это не могло произойти случайно. Третий аргумент, который мы можем применять, он называется принцип разумности, рациональности устроения Вселенной. Принцип разумности или принцип рациональности устроения Вселенной. Посмотрите, друзья мои, существует взаимосвязь между тем, как создан мир и тем, как работает наш разум. Мы можем познавать мир. Почему? Потому что наш разум мыслит рационально и мир создан рационально. Как объяснить эту гармонию между принципами, работами разума человеческого и принципами устройства Вселенной? Для нас, как для христиан, нет никакой проблемы. Бог создал разумно Вселенную, Бог создал и наделил разумом нас. И поэтому мы, разумные, созданные Богом существа, можем познавать разумную, созданную Богом Вселенную. Как иначе объяснить наличие разума в человеке? Четвертый очень важный аргумент, который сегодня в апологетике очень часто используется, он называется тонкая настройка Вселенной. Fine-Tuned Universe. Что имеется в виду? Знаете, представьте себе, что вы сидите за пультом, музыкальным как пультом, и у вас 30, как эти штучки называются, как крутить? Регуляторов. 30 регуляторов. Около 30. И если вы повернете один из них хотя бы на одну черточку, все, все разрушится, и такой Вселенной, как наша, не будет вообще. Есть около 30 так называемых физических констант постоянных. И изменений любой из них на маленькую долю, иногда там речь идет о одной тысячной или десятитысячной. То есть не на одну черточку, а на одну там тысячную черточки повернуть, и Вселенная, такую, как мы ее знаем сегодня, просто бы не существовала. Вообще ничего бы не было, кроме там набора каких-то нейтронов, которые бы летали по космосу. И это, конечно, объяснить очень сложно. Поэтому фактически никто из современных ученых не говорит о том, что в нашей Вселенной случайно возникла вот эта ситуация. Они говорят, нужно мультивселенная, нужно триллионы Вселенных, и тогда где-то в какой-то из них это будет возможным. Или то, что они называют антропный принцип. Но так случилось, нам так повезло, что именно в нашей Вселенной, на нашей Галактике, в нашей Солнечной системе, на нашей звезде Солнца, на нашей планете сошлись все эти параметры, и мы сегодня можем об этом рассуждать. Ну, извините, с точки зрения науки, нам крупно повезло. Это как бы не очень серьезный аргумент. Я вам приведу пример. Представьте себе, что вы приехали в отпуск. На Гавайи, да? Вы любите ехать, я знаю. В отпуск на Гавайи. Взяли карточку, ключ, пришли, провели по замку, или вставили в замок, открыли, и вы только открываете дверь, и тут ваша любимая песня. Христианская, на русском языке или на украинском языке. Ну, типа, вау, как они знали. Ребята подготовились хорошо. Вы открываете сильнее дверь, и вы как домой к себе попали. Ваша любимая мебель, обои вашего любимого цвета, горит ароматическая свеча того запаха, который вам нравится, лежит ваша газета любимая, диски с вашими любимыми фильмами или там передачами, что вы любите. Вы заходите в ванну, ваше любимое полотенце, ваш любимый шампунь, даже тапочки такие, как вы любите. Открываете холодильник, ваши любимые напитки там стоят. Смотрите из окна, вид точно такой, который вы хотели. И потом говорите, это все это случайность. Может это быть случайностью? Скорее всего, вы скажете, ну, как они поработали? Откуда они все это узнали? Даже то, что жена моя точно не знает, что мне нравится. Они так хорошо знали, так подобрали, все здесь идеально для меня. Вот когда мы говорим о вселенной сегодня, она вот так настроена, тонко настроена, fine-tuned universe, как по-английски это называется, для того, чтобы здесь существовала жизнь и существовал человек. Вот так же, как невероятно, у никого не было такого опыта с гостиницей еще? Да? Вот так же, как невероятно, чтобы у нас был такой опыт с гостиницей, так же невероятно, чтобы что-то подобное возникло и во вселенной. Такого просто не бывает. мы отвечаем на это каким образом? Мы вспоминаем слова из Писания. В 45 главе книги пророка Исаии, 45-18, есть такие слова. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства». 45-18, подумайте над этими словами. «Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства». Бог настроил вселенную для жительства человека. Это очень интересно. Я сейчас не буду вам как бы забивать голову всеми этими физическими константами. Их есть десятки. Они относятся к взаимоотношению протонов, нейтронов и электронов в ядре. Они относятся к полярности воды. Они относятся к месту нас в космосе, к расстоянию нашему от Солнца, к эксцентричности орбиты нашей, к периоду вращения, к отношению кислорода и азота в атмосфере, к нашему взаимодействию с Луной. Но если вам интересно, я потом оставлю их очень много. И они очень четко говорят, что все это не могло быть случайностью. Есть такой британский физик Фримен Дейсон. И он сказал такую фразу, послушайте внимательно, «Чем больше я исследую Вселенную, и изучаю элементы ее структуры, тем больше я нахожу доказательств того, что Вселенная в каком-то смысле знала, что мы появимся». Вселенная в каком-то смысле знала, что мы появимся. Хорошо. Пятый аргумент – это невозможность случайного зарождения жизни. невозможность случайного возрождения жизни. Знаете, представьте себе огромный мраморный стол или гранитный стол. На кухне пусть будет. Каунтер гранитный. Представили? А теперь представьте себе, что он так постоял пару миллиардов лет, и из него вдруг выпрыгнула бабочка. или лягушка поскакала, или птичка полетела. Представили? Сложно, правда? Почему? Потому что из мертвой материи сама собой не может появиться жизнь, живая материя. Почему это так сложно? И наука до сих пор этого не может объяснить. Представьте, говорят, вода необходима для жизни. Я согласен. Давайте возьмем бассейн размером с Анкорич, напустим туда воды и подождем пару миллиардов лет, покуда оттуда выползет лягушка. Каким образом? Почему это так сложно? Потому что, когда образовывается первая живая клетка, как cell по-английски, клетка, первая живая клеточка, самая примитивная, там амеба какая-то или кто-то еще, она уже имеет в себе что? Хромосомный набор, генетический код. Она уже имеет в себе зашифрованную информацию о себе, благодаря которым она что? Она воспроизводится, репликация происходит, размножение. То есть, каким образом, даже если эта первая клетка как-то возникает, у нее уже есть механизм передачи информации о себе и размножения. Причем эта информация, она в образе химических формул, как хромосомы, держится. Это набор химических элементов, это уникальный код. Я уже говорил, геном человека расшифровывается в целом 4,5 миллиарда страниц текста. Вся информация о человеке огромнейшая. Это, наверное, до Луны и назад пару раз будет книга бы такая была, чтобы всю информацию о человеке описать. Но даже об этой клетке маленькой, там тоже огромнейший массив информации. Каким образом неживая материя додумалась создать вот эту формулу передачи информации, идеально совершенно ее зафиксировать и вложить в первую клетку, чтобы она могла себя воспроизводить. Это просто загадка, на которую наука не способна ответить. Вот этот генетический механизм передачи, копирования и хранения информации просто не может возникнуть сам собой. Я уже вчера говорил вам этот пример, еще раз приведу, если кто-то вчера не был, обезьянах. Их много раз проводили, похожие эксперименты, которые пытались набрать сонет Шекспира. Этот ученый, его зовут Геральт Шрёдер. Геральт Шрёдер. Если интересно, можете почитать его статьи в интернете. Это еврейский ученый, который проводил этот эксперимент с обезьянами, которые пытались набрать сонет Шекспира. Он пришел к выводу, что вероятность набора группой обезьян сонета Шекспира это 10, 1 к 10 в 690 степени, 690 нулей. А во Вселенной всех частиц это 10 в 80 степени. То есть, грубо говоря, это просто невозможно. Но если обезьяны не могут создать живые уже существа, какие-то не самые глупые, даже один сонет Шекспира, каким образом мертвая материя может создать генетический код, который передается от поколения к поколению. То есть, он показал, что случайность возникновения жизни, возникновение сложных систем, которые есть даже в самой простой клеточке, она совершенно невозможна. Это невозможно с точки зрения науки. Хорошо. Шестой аргумент это наличие в нас сознания, мышления и личности. Наличие в нас, то есть, то, что у нас, как у людей, есть сознание, мышление и личность. Почему они возникли? Вот смотрите, что такое наш мозг? Это набор, как мы мыслим, набор электрических сигналов, между нейронами в нашем мозгу, электрических импульсов, благодаря которым хранится и передается информация. То есть, грубо говоря, можно ожидать мышления от нашего мозга, так же, как и от кучи песка. Но почему-то у нас есть то, что нет ни одного более животного в мире. У нас есть сознание, мы понимаем то, что с нами происходит, мы себя осознаем, у нас есть мышление, то есть, мы способны мыслить общими понятиями, обобщать. Мы способны мыслить о красоте вообще. Не о красоте, другой собачке, как одна собака о другой думает, да? А мы способны мыслить о красоте вообще. Мы способны мыслить о добре вообще, не просто о добре хозяина, который бросил мне кость, а о добре в общем смысле этого слова. То есть, мы способны мыслить такими общими категориями, и ни одно существо другое в нашем мире на это не способно. Почему? Откуда это возникает? Каким образом это образуется? Ну и дальше очень интересно, у нас есть я наше, мы личность. Однажды одного профессора спросили, а как мне знать, что я существую, что я являюсь личностью? А он ответил очень просто, а кто спрашивает? Я, а кто ты такой? Вот и уже доказательство, что ты существуешь и что ты являешься личностью. Поэтому с точки зрения науки, опять же, это невозможно объяснить. Почему? Даже если мы, как они думают, образовались от обезьяны, обезьяна не имеет сознания, не имеет мышления и не является личностью в том смысле слова, которым являемся мы. Почему вдруг все это возникает? Наука, опять же, не может это объяснить. И последний, седьмой аргумент, это аргумент нравственный. Аргумент существования объективных законов нравственности. Для атеистов это огромная проблема. И мы можем поставить вопрос, а на каком основании вы обвиняете христиан в жестокости? Как вы меряете жестокость? Откуда у вас критерий для измерения жестокости, зла, неправды, если Бога нет? Кто вам дал нравственный закон? Знаете, однажды у Докинза на Твиттере одна женщина спросила, что бы он посоветовал ей, потому что она была беременна и ожидала ребенка, и по прогнозам врачей, ребенок должен был родиться к лекой. И он ответил, я бы вам посоветовал сделать аборт и попытаться родить другого ребенка. Почему? Потому что для него человек это просто продукт эволюции, это просто животное. И нет никакого смысла в том, чтобы каждому человеку давать жизнь. Он потом извинялся за этот совет, говорил, что он как бы неправильно написал, но это выражает сущность атеистического мировоззрения. Нет Бога. Как один известный персонаж Федора Михайловича Достоевского, Иван Карамазов говорил, если Бога нет, то что? То все позволено. Если Бога нет, то все позволено. Нет критерия и основания для нравственного закона. Законы природы противоречат законам нравственности. Законы природы говорят, уничтожай, завоевывай, совершай насилие, отвоевывай для себя жизненное пространство, потому что выживают сильнейшие. Это говорят законы природы. А законы человеческих отношений, нравственный закон говорит, прощай, люби, заботься. Зачем с точки зрения эволюции заботиться о больных? Ну, чем раньше они умрут, тем лучше. Меньше ресурсов используют. Сколько денег, подумайте, наши страны используют на систему медицины. Зачем? Заболели и умерли, живым больше останется. С точки зрения вот такой эволюционной логики. Какой смысл в этой заботе о больных, о нищих, о коллегах, о умственно отсталых людях. Это все ошибки эволюции. Нужно их выбросить за борт, и все. Живым и сильным больше достанется. Это нравственность атеистическая. Но нравственность христианская говорит, что у нас есть закон Бога, который Он вложил в наши сердца, который Он вложил в Писание, который учит нас любить, заботиться, прощать, не оставлять людей наедине с их проблемами. Если Бога нет, то нравственного закона тоже нет. Нет критерия нравственности. Тогда действительно все позволено. Поэтому только вера в Бога как законодателя, как сверхчеловеческого творца и физического, и духовного миров дает нам незыблемое основание для нравственного поведения. И вот поэтому такие страны, как Советский Союз, например, или другие, которых пытались построить атеистическое общество, они переживают сегодня такие ужасные проблемы с нравственностью. И страны, такие как Америка, в которой вы имеете благословение жить, которые имеют свои проблемы, но в этом отношении они не настолько были богоборческими, как Советский Союз, например, и поэтому все-таки уровень жизни совсем другой, и уровень количества по-настоящему верующих людей совсем другой. Вот эти атеистические эксперименты ничем хорошим не закончились. Сегодня там уровень алкоголизма, уровень абортов, уровень наркомании, уровень многих других плохих критериев в тех странах, которые пытались построить жизнь без Бога, намного-намного сильнее, чем в нормальных западных странах. Поэтому для нас важно верить в Бога, потому что это единственное основание для нравственного поведения. Хорошо, друзья, если вас интересует эта тема, я вам хотел еще раз бы порекомендовать некоторые книги. Это книга известного евангельского богослова Алистера Маграта. Алистера Маграта. По-русски она называется «Кто изобрел Вселенную?» Кто изобрел Вселенную? Алистер Маграт. Она есть, конечно, написал ее на английском языке, если вам проще, можем потом найти ее название на английском языке. И еще раз хотел бы порекомендовать книгу, которую я уже упоминал. Это книга Энтони Флю «Бог есть». Как самый известный атеист поменял свое мнение. По-английски она называется «There is a God». Там так интересно написано «There is no» перечеркнуто «and a God». «Бог есть». Очень хорошая книга, которая тоже рассматривает все эти вопросы. Хорошо, друзья. И сегодня у нас еще звучало несколько вопросов. напомните, на что мы должны были ответить сегодня еще. Стоял вопрос о Библии, насколько я помню, да? Можем ли мы доверять Библии? Какие главные аргументы мы можем привести атеистам, почему нужно читать именно Библию? И почему нужно доверять именно Библии? Несколько таких мощных аргументов. это, во-первых, это совершившееся или сбывшееся пророчество. То есть, те пророчества Ветхого Завета, которые исполнились. Если вам интересна эта тема, там пророчество о судьбе Вавилона, пророчество о судьбе Осирии, пророчество о Христе, очень многие. О судьбе Тира, например, такого города. То есть, есть целые книги, которые этой теме посвящены, которые подробно исследуют разные пророчества и которые показывают, как они сбылись. Это первое. Второе. Второй аргумент, который мы можем привести в пользу достоверности Писания. Это исторические свидетельства. Что я имею в виду? Когда мы говорим, например, о Ветхом Завете, есть такой интересный памятник, как кумранские или Dead Sea Scrolls, рукописи Мертвого моря. Слышали об них, да? Думаю, все, кто интересуется историей, знают. Dead Sea Scrolls или рукописи Мертвого моря, или кумранские рукописи, как их еще называют. Будете в Израиле, обязательно посетите это селение Кумран, где эти песцы работали. Это рукописи, которые происходят приблизительно со времен Иисуса Христа и также чуть-чуть раньше, которые сохранили почти весь текст Ветхого Завета в таком же виде, в котором мы имеем его сегодня. То есть, эти рукописи, эти находки, это очень интересная, целая, большая тема, долго мы могли бы о ней говорить, но благодаря им, а они были найдены уже после Второй мировой войны, мы имеем сегодня очень убедительные свидетельства того, что Ветхий Завет дошел до нас в неповрежденном виде. Когда мы говорим о Новом Завете, у нас есть несколько тысяч фрагментов манускриптов из первых нескольких веков, которые однозначно говорят нам о том, что Ветхий Завет дошел до нашего времени неискаженным. Третий аргумент, который мы можем применить, когда мы говорим о Библии, это преображающая сила Библии, преображающая сила Библии. То есть мы можем говорить и об отдельных людях, и о небольших сообществах, и даже о целых странах, которые позволили силе Слова Божьего прикоснуться к своей жизни. И благодаря соприкосновению со Словом Божьим они пережили полную нравственную трансформацию, преображение. То есть Слово Божье доказывает свою действенность тем, что оно изменяет жизни людей и сообществ, которые открывают себя перед ним. Это такие главные аргументы, которые мы можем привести. Ну и всегда я советую следующее. Когда люди говорят, что я там читал, мне неинтересно, я не понял, всегда нужно пригласить людей, чтобы они читали Писание и просили у автора Писания им разъяснить смысл, чтобы они не подходили к Писанию просто как еще одной книге о религии, а действительно пытались познать Бога через эту книгу. И мы знаем всегда, что если человек подходит к Писанию с молитвой, с желанием познать Бога, Бог к нему говорит и раскрывает себя. Хорошо, наше время уже проходит, какие еще у вас есть вопросы, может быть, по той теме, о которой мы сегодня говорили, или в целом, что мы можем ответить, когда беседуем с неверующими людьми. с неверующими. Спасибо. Спасибо. Спасибо.